Всем привет друзья, с вами Джонни и это 17 серия нашего пути до самолета Spaceflight. Прямо сейчас нажмите лайкусик и оформите подписку, если до сих пор не подписаны. Ну а я вам желаю наиприятнейшего просмотра. Наверное вы уже видели новость о том, что биткоин резко вас врос в цене, поэтому я решил активировать свою майнинг ферму. Как вы знаете, она была на паузе из-за того, что у меня не было охлаждающей жидкости. На центральном рынке замечаю игрока, который продает охлаждающую жидкость по цене в 215 долларов за штуку, что если сравнивать по средним ценам, довольно заниженная цена. Поэтому покупаю все охлаждайки, что у него есть, за примерно 30 миллионов, ну а далее спускаюсь в свой подвал с вентиляцией и заливаю по охлаждающей жидкости в каждую видеокарту. Майнинг ферма успешно запущена и можно теперь просто ожидать добычу наших битков. Также, друзья, хотел бы вам показать один интересный способ, который также можно использовать в нашем пути до спейсфлайта. Короче, на стриме я купил на основном админском аккаунте еще один самолет, преобразовал его в сертификат, ну а далее отправился в СТО, где есть услуга автоподбора. Заключается она в том, что если у вас в инвентаре есть два сертификата кастомных автомобилей, в моем случае это два самолета, я могу потратить 7,5 миллионов. И с вероятностью в 1% после успешного автоподбора за место двух самолетов у меня станет один сертификат какого-нибудь спейсфлайта или другого самолета. Так как на админском аккаунте у меня есть свободные верты, которые можно тратить куда угодно, потратил я 75 миллионов на 10 попыток, ну и как вы понимаете, ни одна из них не была успешной. Но что-то мне подсказывает, что если я попробую это сделать на аккаунте, где у меня путь, возможно и получится. Короче, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Ну а мы идем дальше. Прошло несколько часов с момента, как я активировал свои видеокарты. Давайте соберем же первые битки. На следующий день я снова захожу в игру, проверяю майнинг ферму и замечаю, что половина видеокарт уже находится на паузе, поэтому мы снова их собираем. Ну а самое главное, после этого не забываем включить видеокарты. Надеюсь, что биткоин в дальнейшем повысится, как минимум вдвое, хотя это маловероятно. Пишем в рабочий чат, что сдается Люксор Делюкс Скейт, ну а также Охранник с плюс 16 зп. И спустя всего лишь пару секунд до меня дозванивается игрок Бланк Блэк, договариваемся с ним о встрече. Игрок находился в аэропорту СФ, поэтому забираю самолетик из аэропорта Лазвентурес и отправляемся прямиком туда. Сдаю я самолет на целых три часа и суммарно получаю с этого целых пять миллионов. Решил проведать автобазар и к моему удивлению заметил кое-какие новые экземпляры, но что самое главное, я задумался над покупкой ДФТ-30. Был выставлен один интересный вариант, но по цене в 130 миллионов. Средняя их цена это где-то 110, поэтому от этой покупки я решил отказаться. Также, друзья, в эти выходные действует акция X4 Payday, поэтому не пропустите момент, как можно следует нафармить азекоинов и вертов с депозита. Я заспавнился в отеле, также решил проверить, сколько мне еще осталось отыграть часов до получения улучшения Большие Карманы. Отыграл я пока что 41 из 150, но можно сказать, одну третью я уже сделал. Снял лишние деньги с депозита, ну а также с организационной зарплатой было на руках у меня 303 миллиона. И знаете, я снова задумался над тем, чтобы скрафтить магический шар. Да, идея может быть и плохая. В прошлый раз мы пытались скрафтить магический шар номер 4. Соответственно, в этот раз будем исходить из логики, какой шар наиболее сейчас дорогой, именно тот и будем крафтить. Но лично мне хотелось бы скрафтить номер 7. Решил зайти на остров Вайсити и спросить в чат, какой самый дорогой магический шар. Ну и как мы видим по ответам из чата, лидирует у нас шар номер 4. Наверное, понятно, почему в прошлый раз я пытался его скрафтить. Возвращаемся обратно на Гилберт и заходим в такое чудесное место, как ломбард. Именно в ломбарде ЛС, друзья, вы всегда сможете найти очень интересные и хорошие предметы, ну а самое главное по адекватной цене. Например, я купил здесь обычный шар номер 4 всего лишь за 190 миллионов. Да-да, вот так вот мне повезло. Минусуем почти 200 лямов с рук и остается у меня всего лишь 98 лямов. Огромное спасибо утке, который держит этот ломбард, обязательно сюда еще вернемся. Ну а далее я отправился на остров Вайсити для того, чтобы закупить нужные мне ресурсы для крафта. Как вы знаете, если крафт проходит на Вайсити, то соответственно мне затребуется гораздо меньше ресурсов и цена крафта будет меньше. Изначально обменял я 100 тысяч Вайсити, что по курсу моего сервера это где-то 11 миллионов. Отправился бежать по лавкам для того, чтобы закупить кусочки редкой ткани. Чтобы вы понимали, это самый сложный ресурс из этого крафта. Сложно его найти по адекватной цене. У себя на сервере, например, я смог закупить всего лишь 21 штуку. Побегав по лавкам, средняя цена на этот ресурс составила примерно 1500 Вайсити коинов. Покупаем 27 штук за 37 800 и чувствую придется снова вернуться к банку и обменять еще Вайсити доллары. Короче, друзья, обменял еще 100 тысяч, наконец-таки докупил нужное количество ресурсов. Ну и теперь, имея все это в инвентаре, можно отправиться в 307 домик. Это, если что, не мой дом, а дом подписчика, который заселил меня в нем где-то полгода назад. Я до сих пор в нем, поэтому огромное тебе спасибо. Ну и, в общем-то, переключаемся на камеру телефона и ожидаем чуда. Ну что ж, друзья, и снова мы находимся в легендарном подвале на острове Вайсити. Чатик, приветствую! Это вот я. Открываю инвентарь. Ну и, как мы видим, шарик номер 4 присутствует в инвентаре. Также есть остальные ресурсы для крафта магического шара номер 4. Самые главные деньги на балансе есть. Ну и, в общем-то, подходим к верстаку. Магический воздушный шар номер 4. Как мы видим, шанс успеха 20%. Кто-то уже ставит жопу то, что я скрафчу. Честно, думаю, я не скрафчу. Такое ощущение, что я реально не скрафчу, но будь что будет. Погнали! Давай, давай, скрафтся, пожалуйста. Умоляю тебя, удачно, умоляю тебя. Буду очень рад, если тут будет удачно. И, конечно же, тут у нас будет... Победитель на 1000 азекоинов из прошлой серии у вас на экране. Отпиши мне во ВКонтакте, чтобы забрать свой приз. Сегодня также разыграем 1каз, условия простые, лайк, подписка и комментарий. В комментариях обязательно напишите свой никнейм, ну а также сервер, на котором вы играете. Если что, приз можно забрать и на Vice City. Ну а с вами был Джонни Стар. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok